Всем привет, с вами... Канал Челучник. И сегодня я наконец-то выпускаю новый обзор на Джоджи Леон. Обзоров на прошлые главы не было, потому что они мне не так зашли, как в 92-я, которую я до сих пор считаю лучшим. Не было такого стояка на Джоджи Леон, как тогда, понимаете. Но сейчас, спустя несколько месяцев, вышло уже три главы. Ну и накопилось несколько вещей, которые я хотел бы с вами обсудить. Начнем с пересказа событий этих самых глав. И опять же, внимание, спойлеры. Большие, огромные, ебучие спойлеры. Погнали. Я думал, что выпущу обзор сразу после выхода 93-й главы, но по большому счету там ничего не произошло. И все события можно пересказать вот так. Глава 94. Ясуха пробралась в дом Семихи Гошиката, чтобы найти этот долбанный фрукт, ядрить его в корень. Тем временем, Джабин ждет его созревания и следит за пиздюком. Найдя стенд Ясухи, прилипшим к своей жопе, смывает его в унитаз. В комнату заходит жена Джабина и спрашивает, какого хуя тут творится. И пытается достать телефон из толчка, чтобы спасти Ясуха. Джабин же не дает ей этого сделать, потому что совать руку в унитаз – это зашквар. После, стене в этой комнате устраивают взлом жопы, и оттуда выпадает этот самый фрукт. На шум с криками «Что за ебаный в рот?» в комнату забегают все остальные члены семьи. И где-то там на фоне маячит глад волокас, а Джоске получает свою посылку с Алика. Ну и наконец-то, 95-я глава. Встречающая нас обложкой с Джоске. Хотя в самой главе Джоске нет и в помине. Короче, дед достает из толчка телефон с Ясуха и просит объяснений. Джабин говорит, что может избавить всю семью от проклятия с помощью этого фрукта. И что Ясуха лучше положить обратно в унитаз. Дед говорит «Я сделаю, что ты просишь, если буду уверен в правильности твоих действий». Почувствовав что-то неладное, используя свой стенд, он узнает, что к ним в хату пробирался недавно убитый гомик, который так и не успел определиться, человек он сука с суши или моря. Сложив два носка друг к другу, все члены семьи понимают, что Джабин и есть тот, кто убил того гея и его жирную бабу. После чего Джабин, считая, что пути назад уже нет, со слезами на глазах убивает деда. Довольно сильная сцена, как по мне. Почтим деда на риске минутой молчания. Субтитры подогнал «Симон» Все это, конечно же, произошло у всей семьи на глазах, после чего Джабин угрожает им, чтобы они выебывались. И тут Джошу, персонаж, который мне на самом деле всегда нравился, проявляет себя как настоящий мужик, отбросив телефон Ясуха к розетке, чем спасает ее. Красавчик. На самом деле, если бы Ясуха умерла, утонув в толчке, это была бы самая жестокая смерть за всю историю Джо-Джо. А теперь, внимание, вопрос. Почему Джошу просто не даст Джабину пизды? Я серьезно. Его стенд в разы сильнее, блядь, чем хуйня, которая повышает температуру на один градус. Я, блядь, во время записи аудиокниги и не такие градусы переживал, если вы понимаете о чем это. Что уж тут про Джошу говорить. Бэй-бэй-бэй, я Джабин, главный злодей Жужелиона, мой стенд повышает температуру. Да пидор этот ваш Джабин. Да если не Джошу, который, между прочим, может людей на детальки разбирать и делать с ними такие вещи, о которых вам лучше не знать, то уже как минимум Джоске в скором времени даст ему пизды. Я напомню, что Джабина опиздюлил даже тот лошок, которого опустил Джоске еще в самом начале манги. Что будет ждать в жопу Джабина после встречи с морячком, получившим силу с земли? Я знать хочу. Я напомню, реально. Джабин это просто педик, который по сути ничего не может. Изначально он умел изменять температуру во всем помещении и прям серьезно изменять, а не на пару-тройку градусов. Сейчас же его способности очень сильно понерфили, но на самом деле это все только подогревает интерес. Сука, что же дальше будет? Какой бой ждет Джоске и Валакаса? Что будет с семьей Хигашиката? И что же сука Джоске заказал с Алика? Ответы на все эти вопросы мы узнаем, когда Джоджелион закончится. То есть, как минимум через пару лет. Глава-то выходит раз в месяц. Лоу. Кстати, я тут недавно принял участие в озвучке фанатского дубляжа шестой части Джо Джо. Ну помните вот эти вот аудиокниги дерьмовые просто, блять, говно из жопы? Так вот, это примерно то же самое, только на максималках. Типа уже реально с многоголосной озвучкой, с нормальным монтажом, с эффектами там, да. В ожидании нового сезона Джо Джо можете посмотреть. Лично я желаю удачи и успехов автору. Потому что потенциал у него есть. Кхм, что когда ты мне заплатишь? Также мы с нашей командой сейчас всеми силами пытаемся возродить сериал ЖТА. Помните, да, вот это вот говно про приключения сероволосого челочника? Так вот, наконец-то Кирилл купил подписку, и к нам даже присоединился еще один участник. Теперь нас всего три. Да, нас было бы. И сейчас я хочу обратиться к тем, у кого есть плойка 4 и GTA 5. Нам бы очень сильно не помешала ваша помощь. Денег мы, естественно, не платим, потому что сами нихуя не получаем. Ищем тех, кто готов просто работать за идеей. Плейлист с сериалом ЖТА доступен на канале. Первые по пятой серии, которого я не рекомендую смотреть. Вообще, в идеале, можно начать вот с этого вот мульта. Ну как мульта, куска говна, блять, слайдшоу ебаного. Ясен хуй, никакой анимации там нет, потому что мы это сделали за 4 дня, блять. Ну а вообще, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал на ютабе. Вступайте в наш чат с Леграми и в группу ВКонтакте. Для того, чтобы вам было где писать, что я хуесос. Если вы хотите, чтобы роликов по Джоджо было больше, то предлагайте годные идеи. Потому что я не буду ролики через силу высирать, высасывая темы из пальца. Например, как в этом ролике. В куске говна, блять, из жопы. Любите маму, покупайте планшет от фирмы Хуён, ждите новые серии ЖТА. Всем удачи и спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok А вы чё думали, я про минуту молчания шучу, что ли? Я вообще думал, по приколу тупо чёрный экран сделать на минуту и всё. Скажите спасибо, блять, что я хоть какое-то слайд-шоу туда пустил. Продолжение следует...